Леша, тебе слово. Как и ты, Дима. Да, всем привет. Меня зовут Алексей Горшкалеб. Я delivery manager из гомельского IPAM-офиса. Моя специализация – это .NET во всех проявлениях язык C-sharp. Также я интересуюсь всевозможными процессами разработки и построением архитектуры приложений, и также крафтовым кофе. Мимо меня сегодня также будет выступать Владимир Лешкевич. Володя, привет, ты с нами. Да, привет, Алексей. Всем привет. Меня зовут Владимир. Я сеньор software engineer в IPAM в Гомеле. Да, меня тоже интересует все касательно .NET, последних его обновлений. Я очень также заинтересован в фолстэк разработке, то есть не только на бэкэнде, на фронтэнде, на DevOps стороне, но и также open source. Спасибо. И еще у нас будет Саша Лиховец. Да, всем привет. Привет, привет. Так, собственно, я тоже ваш коллега, работаю тоже в Гомельском департаменте .NET разработки, .NET разработчиком. Помимо .NET, также интересуюсь мбет-энжинирингом, разработкой, машинами, гонками и тому подобное. Спасибо. Да, окей. Ну, как бы обсуждать мы сегодня будем примерно следующие темы. Для начала мы немножко поговорим в целом про .NET платформы, какие там были нововведения. Затем более подробно пройдемся по обновлениям в ISP.NET Core, Entity Framework Core. Хотя, наверное, уже слово Core может быть и не совсем нужно употреблять, но все же все еще фреймворк называется Entity Framework Core. Также мы посмотрим на Sharp 9, какие там нововведения. И в конце немножко пройдемся по тулам, которые были зарелижены вместе с .NET 5. Они могут там кому-то быть интересны, любопытны, помогать в разработке. Собственно, .NET 5 был зарелижен у нас 11 ноября на прошлой неделе на большой конференции .NET Conf, которую организовал Microsoft. Она была в течение трех дней. Огромное количество там было интересного материала самых разных уровней и спикеров. То есть там были, в принципе, спикеры как со стороны Microsoft, так и со стороны Community. Каждый день порядка 10 часов. Чтобы как-то материалы подготовить для этой конференции, нам приходилось просматривать все там с дикой скоростью X2, которая позволяет YouTube, чтобы как-то найти действительно стоящие темы, чтобы вам сегодня всю эту выжимку дать. Вот. Ну, в принципе, если кому-то интересны более какие-то темы отдельно, более глубокие, можно зайти на YouTube, посмотреть, там уже все видосы нарезаны по темам, выбрать что-то отдельно, посмотреть, более детально разобраться. Чем примечателено вот эта дата релиза .NET 5, так это следующее. Год назад, когда Microsoft релизил .NET Core третьей версии, он также презентовал вот этот релиз schedule, в котором закоммитывался делать большие релизы каждый ноябрь, большие релизы .NET каждого года. Вот. И вот это был первый такой чек на предмет того, что успеет ли Microsoft к ноябрю допилить .NET 5. И получилось, что да, в принципе, Microsoft успел зарелизить .NET 5 в ноябре как и коммитился. Соответственно, через год у нас, по-видимому, будет .NET 6 и так далее. И так каждый год мы будем получать большую порцию новых фич в .NET, .NET, что, в принципе, не может не радовать, потому что, если вспоминать, как раньше выпускались релизы, это было немножко недетерминированно и непредсказуемо. Также следует отметить, что .NET 5 релиз — это не LTS, то есть не Long Term Support, это General Availability релиз, и он будет поддерживаться в течение года. Поэтому, если у вас какой-то кровавый такой прям Enterprise, и тяжело вам дается переход с версии на версию, ну, наверное, спешить не стоит, разобраться просто, что есть, и подождать уже именно LTS-версии. Хотя, на мой взгляд, конечно, вот именно с приходом докеризации в .NET, и то, что мы можем сайт-бай-сайт деплоймент выполнять в .NET, все эти вещи бы Enterprise уже, по крайней мере, можно объяснять, что, в принципе, если мы обновимся, ничего страшного не будет в конкретном приложении, мы все проверим, все будет хорошо, другие приложения мы не за эффекты. Но все же, это не Long Term Support релиз. Итак, какие у нас тут самые основные нововведения в .NET 5? То есть .NET 5 уже вышел у нас таким протестированным на production приложениях достаточно серьезных, например, Microsoft перевел на .NET 5 свой поисковик Bing.com, и .NET там себя зарекомендовал очень-очень неплохо. Было сделано огромное количество перформанс-оптимизации во всех аспектах, во многих компонентах платформы, мы немножечко подробнее чуть позже посмотрим, где именно. Также у нас произошел релиз C-Sharp 9 и F-Sharp 9 с огромным количеством интересных синтаксических нововведений, об этом у нас Саша расскажет поподробнее. Оптимизации, как я уже говорил, прям вот во всех компонентах .NET были сделаны, в библиотеках, там сериализацию очень сильно подкрутили, работу с HTTP. Также был оптимизирован garbage collector, снизился его основной, один из основных показателей это P95 latency, application deployment у нас подтюнили, это и докер имиджи, и single file applications, и многое другое. И у нас теперь .NET доступен на двух новых платформах, это Windows ARM 64 и WebAssembly. .NET это вот такой первый релиз, когда у нас Microsoft реализует вот это свое видение .NET, то есть единого унифицированного .NET, то есть тех, кто уже несколько лет хотя бы изучает C-Sharp.NET, те знают, что еще на момент релиза .NET Core 3 у нас был целый прям зоопарк из .NET, то есть у нас был .NET full framework для десктоп-приложений, у нас .NET Core был, естественно, кроссплатформенный для создания там веб-приложений, таргетинга Linux, Mac, у нас также был Zamarine для разработки мобильных приложений, и у нас еще был, в принципе, живой на тот момент Mono. То есть все эти четыре .NET, каждый имел собственные репозитории, собственные исходники, и для того, чтобы пошарить какую-то логику между разными .NET'ами, мы создавали .NET стандарт библиотеки, и каждый вот этот .NET, если он хотел называться .NET'ом, он хотел, он должен был реализовывать вот этот стандарт, чтобы поддерживать вот этот шаринг-библиотеку. С приходом .NET 5 получается у нас унифицированная, происходит унификация платформы, то есть у нас больше нету разных вариантов .NET'а, у нас есть просто единый .NET с набором какой-то инфраструктуры, компиляторов языковых, рантайм-компонентов, и вот с помощью этого единого .NET'а, единого SDK'а мы создаем десктопные приложения, веб-приложения, гейминг, IoT, в общем-то, что хотим. Единственное, что не успели зарелизить в .NET 5 и добавить именно вот в этот единый .NET, это как раз замарин. То есть замарин тоже планировали зарелизить как часть .NET 5 в текущем релизе, но не успели из-за там какой-то реприоритизации фич. Вот, и замарин в .NET именно уже единый придет в следующем релизе, то есть в .NET 6 через год. Окей, да, то есть что у нас поменялось таким существенным образом и где поменялось в .NET проектах. То есть самое основное, что у нас поменялось, это в наших CS-прош файлах появляется теперь новый Target Framework Moniker. То есть теперь он просто называется .NET 5. Этот .NET 5 Framework Moniker полностью заменяет у нас такие штуки, как .NET CoreUp и .NET Standard. То есть .NET 5 он реализует самый последний .NET Standard 2.1, но по сути, как бы, если мы не таргетируем какую-то либу на то, чтобы она запускалась и на каких-то, например, на замарине или на старом Full Framework, то нам .NET Standard больше, по сути, как таковой не нужен. То есть мы просто используем .NET 5 для библиотек или же для создания кроссплатформенных веб-приложений. Также .NET 5 у нас поддерживает Compatibility Mode, как и предыдущие релизы .NET Core. То есть мы можем, получается, запускать на .NET 5 библиотеки, которые еще создавались под Full Framework 3.5, например, и протестировать. Если все хорошо, то можно эту библиотеку использовать. То есть через SHIM Compatibility и все будет работать. Если же мы хотим использовать не только кроссплатформенный API, а хотим, например, что-то Windows-специфик использовать, для этого мы к нашему Target Framework монакеру добавляем в конце суффикс Windows. То есть таким образом мы говорим, что у нас теперь суперсет API, то есть все кроссплатформенное и плюс Windows-специфик, ну там, например, какие-то тост-нотификации или еще какой-то Windows-специфический функционал. Все то же самое будет у нас и с .NET 6. То есть у нас уже будет основной монакер .NET 6. И если мы хотим, например, iOS, то .NET 6 iOS или .NET 6 Android для Android. Вот. Если мы хотим более специфические версии каких-то операционных систем, мы это также можем указать, например, iOS 14 или .NET 5 Windows 7, ну и там точный релиз Windows. Тогда мы получим именно доступный API вот только для этой версии операционной системы. Ну а все как бы портабильные API, такие как ASP.NET Core и прочее, они... А, ну и, кстати, когда в .NET 6 .NET 6. Ну и вот первый такой уже приведенный полноценно на новый вот этот .NET 5 SDK проект, это как раз вот Blazor WebAssembly проекты. То есть вот здесь на примере вот этого CS-прош файла можно увидеть, что теперь, по сути, Blazor WebAssembly проекты, они ничем не отличаются практически от обычных там ASP.NET Core приложений, за исключением того, что мы явно вот на самой верхней строчке указываем SDK. Мы говорим, что у нас на выходе приложение будет запускаться в WebAssembly, и получается, наш SDK уже там заботится о том, чтобы докинуть все необходимые компоненты в output, чтобы наше приложение могло загрузиться в браузер и выполняться именно уже внутри браузера как WebAssembly приложение. При этом, так как мы затаргетировались на .NET 5, у нас, по сути, все тоже API доступно, что и для любых кроссплатформенных приложений. Более того, например, один и тот же, ну вот класс, если взять класс-лист, он сбилжен и для WebAssembly, и для ASP.NET Core приложения с бэкэнда из абсолютно одних и тех же исходных кодов. То есть это уже унифицированный репозиторий, унифицированный SDK. Окей. Стоит ли мигрировать проекты, которые сейчас на .NET Core, например, 3.1, на .NET 5? И если да, то почему? Ну, если есть на это время, то стоит хотя бы из одного Performance Boost, особенно если для вас это действительно критично. То есть Performance Boost произошел действительно достаточно серьезный, причем по всем компонентам произошли у нас оптимизации. То есть у нас произошли оптимизации в RUJIT, то есть в нашем JIT-компиляторе. Теперь он там местами делает более оптимизированную JIT-компиляцию, которая приводит к более высокопроизводимым приложениям. Оптимизирован Kistrel WebServer, Libraries Optimization — это и JSON Serializer, и String, Dictionary — много-много типов было оптимизировано. Garbage Collector — протюнин, и также добавлены новые Hardware Entrystics, которые позволяют именно более качественно использовать возможности процессора, чтобы выполнять какие-то инструкции быстрее. Ну, а если на цифрах, то где именно у нас прирост? Ну, начнем с ASP.NET Core. То есть Microsoft очень заинтересован в том, чтобы тюнить ASP.NET Core приложения, их Performance. Для этого он активно участвует в TechEmpower бенчмарках. Это независимая платформа для тестирования веб-серверов. Сейчас вот NET5 еще не прошел последние тесты на TechEmpower, но Microsoft провел тесты на внутренних своих серверах, которые, по их словам, очень близки к TechEmpower и получил вот примерно такие цифры по производительности. То есть, например, Plain Text у нас с 8,5 миллионов до 11,6 миллионов запросов теперь обрабатывается запросом. То есть примерно 36% буста. В JSON у нас 44% буста. Fortunes — это где база данных у нас вовлечена, 23%. Plain Text именно внутри ASP.NET Core стека — 12%. JSON, опять же, 22%. Ну, то есть мы видим, что все у нас, по сути, тесты на TechEmpower по сути теперь будут проходить быстрее. То есть тем самым Microsoft надеется занять лидирующие позиции по всем вот этим основным направлениям тестирования. Что еще? G-RPC. Какой тут у нас получился прирост? Благодаря активному тюнингу G-RPC фреймворка получилось так, что .NET G-RPC сервера теперь одни из самых продуктивных. Это по версии, опять же, не Microsoft, а независимых бенчмарков. Быстрее .NET G-RPC сервисов отрабатывает только сервисы, написанные на раз. Но это как бы unmanaged язык. То есть тут, в принципе, как бы не так страшно проиграть. Но при этом .NET значительно быстрее Java, быстрее C++ и быстрее даже Go. То есть здесь для тех, кто успел начать использовать G-RPC на проектах, это довольно существенное увеличение производительности получается. GC оптимизации или так называемая оптимизация P95 latency. Почему это важный показатель? Почему Microsoft вот так вот гордится, что они смогли уменьшить P95 latency? Ну, тут, наверное, немножко объясню. Я думаю, может кто-то не знает, как у нас работает garbage collector. То есть в процессе работы нашего приложения у нас происходит аллокация объектов в куче. В какой-то момент нужно выполнить сборку мусора. Для этого garbage collector у нас, по сути, останавливает все потоки, убирает в каком-то поколении у нас неиспользуемые объекты, и затем все потоки уже продолжают свою работу дальше. И вот этот момент, когда у нас все потоки остановлены до момента качания сборки мусора, это и есть GC latency. То есть, соответственно, чем меньше вот эта latency, тем лучше получается, тем меньше у нас приложение занято тем, что оно стоит, ничего не делает. То есть, например, веб-сервер в этот момент не обрабатывает запросы. То есть, у нас просто CPU тратится впустую и приложение не делает полезной нагрузки. Ну, а P95 показатель означает, что в 95% случаев значение вот этого GC latency меньше определенной величины. Ну, то есть, соответственно, в 95% случаев у нас latency станет меньше. Как это может выражаться на высоконагруженных приложениях? Ну, вот пример Stack Overflow. Когда они перешли с Full Framework на .NET Core, у них получилось, что CPU, потребление CPU приложения снизилось аж на 80%, чисто из-за одного вот этого как раз GC latency. Потому что в .NET Core он значительно ниже был, чем в Full Framework. То есть, ну, самым непосредственным образом влияет на производительность наших приложений и на их способность совершать полезную работу. Окей, да. Что у нас еще тут в .NET Core? Да, какие у нас еще тут были нововведения? Это, как я уже говорил, ARM не в .NET Core, а в .NET 5. Это вот ARM 64 поддержка. То есть, на кого это таргетировано? По сути, на людей, у которых есть такие странные устройства, как Surface Pro X, который от Microsoft на их кастомном SQ2 ARM чипе. И вот людей, у которых появится новый MacBook Pro с M1 чипом, который также ARM 64. То есть, в принципе, .NET Core, он мог запускаться на ARM процессорах, но когда 64-разрядные операционные системы работали, они такие приложения, в принципе, запускали в Compatibility Mode. И перформанс был очень-очень низкий. Сейчас, получается, у нас .NET нативно запускается на ARM 64. И перформанс там достаточно впечатляющий. Опять же, за счет активного использования hardware logistics. То есть, активного использования возможностей процессора. Диплоймент. Ну, я уже говорил, что там тоже много чего сделано было. Во-первых, это оптимизации Docker-имиджей. То есть, в принципе, все основные дистрибутивы у нас, все основные имиджи с разными дистрибутивами уменьшились в своем размере. Но что самое важное, это именно имиджи, которые используются для запуска приложений, например, .NET Image или Runtime Image, они вообще стали практически нулевыми по размеру за счет того, что Microsoft немножко там переделал слои в SDK-имиджах. Это достаточно критично для, например, CICD, который, по сути, будет скачивать теперь только SDK-имидж и не будет перекачивать для SPNET-имиджей большое количество данных. То есть, теперь это просто референс на один из слоев, например, в SPNET-имидже на SDK-имидж. Сингл-файл-диплоймент. В принципе, сингл-файл-диплоймент был уже в .NET Core 3.1, но это был псевдо-сингл-файл-диплоймент. То есть, по сути, когда мы использовали эту опцию в 3.1, у нас как все отрабатывало. Да, у нас появлялся там один экзешник в output, но когда мы запускали приложение, у нас, по сути, происходила распаковка. Распаковка нашего приложения в какую-то temporary директорию, и в этой temporary директории уже там был runtime и все библиотеки. Сейчас это все немножко стало более real, сингл-файл-диплоймент. То есть, например, на Linux это уже полноценный один исполняемый файл, и там за счет static linking все как бы запускается без каких-то распаковок, то есть все отрабатывает как действительно единичный файл. На Windows и Mac OS Microsoft там в какие-то лимитации операционных систем уперся, и там, получается, у нас есть сингл-файл, и рядышком лежит файл runtime. То есть, по сути, два файла у нас все-таки на выходе, но все же это лучше, чем вот эта вот странная архивация и распаковка. Вот, также у нас uptreaming протюнился. Microsoft не очень любит почему-то про это сильно говорить или популяризировать эту опцию, потому что, наверное, она не очень хорошо была реализована. То есть, uptreaming это, по сути, удаление лишних каких-то лишнего кода из output файлов. То есть, чтобы мы когда паблишили наше приложение, оно занимало нас как можно меньше, и размер output файлов был как можно меньше. Но это приводило к багам, особенно, когда мы использовали там какую-то рефлексию или динамические подгрузки. Ну и вот, чтобы как-то уменьшить количество тут проблем, у uptreaming там появились кое-какие опции. То есть, чтобы менее агрессивно, например, тримить, или по каким-то определенным алгоритмам. Вот можно с этим поиграться. Ну и последнее по диплойменту. ClickUans вернулся. Последний раз я использовал эту технологию лет десять назад. Ну вот, сейчас ее добавили в .NET Core. Теперь можно снова паблишить десктопные приложения с помощью ClickUans. Они там будут обновляться, как ClickUans приложение. Вот. Ну, по сути, это вот такое legacy наследие Full Framework, которое Microsoft, по-видимому, под влиянием какого-то комьюнити со стороны, особенно Enterprise, пришлось добавить в .NET Core. Вот. Ну, теперь, правда, можно еще ClickUans использовать и через CLI. То есть, более современно. Вот. Ну, это, в принципе, все по платформе. Сейчас мы пойдем немножечко более детально по ASP.NET Entity Framework C-Sharp 9. Вот. Дима, были там какие-то вопросы в чате? Нет. Люди отмечают, что главное, что .NET быстрее Java. Угу. Это да. Ну, хорошо. Давайте тогда дальше. Идем к ASP.NET и Entity Framework. Володя. Передаю слово тебе. Всем привет. Меня слышно? Видно мой экран? Да. Меня зовут О. Как уже мы успели познакомиться. Сегодня я вам расскажу про нововведения в таких столпах, так сказать, .NET разработки, как ASP.NET Core и EF Core. И, несмотря на то, что Алексей там немного, может быть, спутал, они решили не убирать Core из названия для того, чтобы не вводить путаницу, потому что у нас все еще есть Entity Framework 6, Entity Framework 5, 4, 1 и ASP.NET платформа без подписи Core. То есть если для .NET 5 это, так сказать, прокатило, то здесь это будет не так легко. Так. Так. Собственно, сегодня, да, буду про эти две темы рассказывать. Сейчас начнем мы с ESP.NET Core 5. Сейчас начнем мы с ESP.NET Core 5. Что здесь добавилось? Если посмотреть на релизноуты, на их выступления, в целом, большая часть их усилий была сконцентрирована на улучшение производительности платформы в целом. То есть такие небольшие фичи были все-таки добавлены в ESP.NET Core MVC, в Razor Pages, в gRPC, но их количество не настолько велико, что, в принципе, может сигнализировать о том, что API их устраивает, он достаточно стабильный. И пока они не хотят в него никаких вносить изменений. То есть одно из таких изменений, которое было все-таки внесено, которое, я думаю, вы встретите, если хотите поиграться и создать новый проект ESP.NET Core, это возможность, точнее даже невозможность. Это опция включения свагера по умолчанию в ваши проекты. То есть есть такой формат OpenAP, который теперь полностью поддерживается свагером для Дутнета. И по умолчанию он будет включен во все ваши проекты, если вы такую галочку не выключите, либо через все лаи не передадите дополнительный флаг. То есть он добавляет нужную зависимость, нужный пакет по умолчанию к вам подключает, добавляет нужный сервис и в pipeline добавляет свагер, но при этом включает его только для девелопмента, чтобы вы случайно не выставили наружу ваш API в продакшен окружении. Так, давайте пойдем дальше. Так как, собственно, Дутнет 5 релиз был сопряжен с релизом C-Sharp 9, то они добавили также и поддержку рекорд-тайпов для биндзинга, для валидации в ESP.NET Core MVC, в RazorPage. То есть они, рекорды теперь могут быть параметрами методов контроллеров, на них может висеть валидация стандартная, которую, я думаю, вы все знаете. Также они могут выступать в качестве моделей для RazorPage, в целом для Razor синтаксиса разметки. Также были небольшие изменения в from-body атрибут, то есть он теперь позволяет вам его разместить как опциональный. И также дейтайм биндзинг теперь распознает UTC формат, и ваша дата может быть сбинжена как UTC. У меня такой вопрос, тут когда пишут в чат, у меня возникает окошко, вы его видите или нет? Оно не закрывает вам экран? Нет, мы его не видим. Хорошо, спасибо. Также были добавлены такие удобные расширения для обработки HTTP-запросов и ответов. Большинство взаимодействий идет в формате JSON в наши дни. Поэтому если вы хотите написать такое прям все в стартапе, без никаких контроллеров, если вам надо смаппить респонс или реквест, записать. Если реализовать, здесь реализовать, то теперь есть такие экстеншены, которые делают это за вас. Они были добавлены. Также был добавлен новый JSON-логгер по умолчанию. То есть для этого теперь вам не надо никакие библиотеки подключать. Он встроенный, вам достаточно его подключить, ему передать отдельные опции, которые будут показывать, как он должен писать этот JSON. То есть справа вы видите пример сообщения, которое он пишет в консоль. То есть он пишет именно в консоль. Также у вас теперь есть возможность контролировать создание вашего стартапа, инициализацию стартап-класса. Возможность передать ему в конструктор какие-то дополнительные, вами заданные параметры. И также была расширена функциональность такой команды, как .NET Watch. То есть она была включена и ранее, но до этого она... Ну, то есть она что вам позволяла сделать? Вы могли запустить ее и начать редактировать ваш код. То есть в браузере у вас отображалось, допустим, SpendCore MC приложение. Как только вы какие-то изменения делали и сохраняли код, он рекомпилировался, но в браузере он не обновлялся. Это вам только показывали кнопку, которая давала вам возможность рефрешной страницы. То есть это автоматически не производилось. Теперь это происходит автоматически с обновленной командой, поэтому разработка станет удобнее. Собственно, в этой секции касательно общих изменений, я думаю, наверное, все. То есть там были еще определенные изменения в Razer в Pg, в SignalR, в gRPC, но время этого тихтока или ивента, я думаю, не позволило бы нам их все разобрать. Поэтому помимо них было введено много изменений в Blazor. Давайте тогда перейдем к ним. То есть теперь Blazor в WebAssembly становится частью общей платформы по сравнению с тем, как это было до этого, когда у него был 3.2.0 отдельный свой. И как часть изменений, которые они сделали в рамках подготовки тут на 5, это переработали производительность этого фреймворка. То есть у людей было достаточно много вопросов к тому, насколько он быстро рендерится, насколько быстро он рендерит большие гриды с большим количеством строк. Были вопросы к тому, насколько быстро сериализуется и десерализуется JSON в .NET 5, как вы видите на графиках, то есть это даже RC, релиз кандидат. В самой пятой версии может еще чуть числа изменятся, но в среднем производительность улучшилась в 2-3 раза для большинства сценариев использования. И здесь, я думаю, на этом все. Давайте перейдем к новой функциональности, которая была добавлена. Одна из таких функциональностей – это виртуализация, возможность виртуализации ваших компонентов. То есть если вы до этого отрисовывали большие таблицы с большим количеством элементов, у вас могли возникнуть проблемы с их производительностью, потому что это физически большое количество элементов в доме, плюс на это накладывалось то, что это как бы в Blazor все происходит. Теперь у вас есть возможность и вам предоставлен встроенный компонент для виртуализации, который работает абсолютно таким же образом, как работают, наверное, большинство библиотек для какого-нибудь React'а, написанного на JavaScript'е, который позволяет вам виртуализировать ваши списки. То есть они физически в доме рисуют только то количество, которое туда помещается по высоте, ширине, плюс с двух сторон, плюс-минус дополнительные айтемы, которые будут подгружены следующими, либо те, которые были предыдущими подгружены. То есть есть возможность, как указать для источника этой коллекции какую-то коллекцию, ну, собственно, для источника этого списка какую-то коллекцию. Также есть возможность указать более такую расширенную функциональность по провайдингу, то есть по предоставлению этих данных. То есть вы можете этот метод передать, который будет вызван, когда этот компонент решит, что пора подгружать в следующую порцию данных. То есть вы можете это сделать динамически, здесь, например, ходить в какой-нибудь endpoint. Также здесь у него есть встроенные внутренние компоненты, то есть это item content, placeholder. placeholder отображается в момент загрузки, когда все следующие айтемы еще не пришли. Вот. Также одно из таких изменений, нововведений, это то, что расширились возможности рендеринга Blazor компонентов. Да, то есть, думаю, помните, знаете, что у нас есть Blazor Server Site и Blazor Web Assembly. То есть если раньше у нас Render Mode мог быть указан для static рендеринга, либо для сервера рендеринга Blazor компонентов, то теперь добавили такие две опции, как Web Assembly Prerendered, которая дает возможность серверу пререндерить ваши Blazor компоненты в виде статической разметки и, соответственно, загрузить все остальное потом, так сказать. То есть юзер увидит не просто пустую такую белую страницу с надписью loading, либо что вы расположите в индекс HTML, а вот увидит как раз-таки то, что вы срендерите из вашего компонента в виде static разметки. Также был добавлен в Web Assembly режим, когда он позволяет встраивать ваши компоненты в, например, OSP.NET Core MVC в Юхе, либо в Razor Pages страницы. Да, то есть это расширяет возможности и позволяет интегрировать в ваше существующее приложение. Но они все так же должны быть написаны с использованием SP.NET Core. Здесь у нас такие изображены простенькие диаграммки, показывающие, как работает пререндеринг и как работает обычный рендеринг Blazor. То есть слева мы видим, что происходит в обычном сценарии, когда пользователь через браузер запрашивает определенный компонент, Counter, ему в первую очередь, если он до этого не загружал ничего, отдается индекс HTML, который содержит специальные скрипты, которые как только попадут, как только в браузере отобразятся, начнут работать, они начнут загрузку актуального вашего Web Assembly приложения. И только после того, как оно загрузится и отправит, ну, оно отобразится, начнет свой рендеринг, после этого оно сходит за данными и только потом их отрисует. То есть когда здесь проблема, то что вот в этом моменте здесь будет заглушка. И так как размер все еще может быть большим, вашего приложения юзер может долго его наблюдать. То есть теперь у нас есть новая возможность пререндерить его на сервере, ваш компонент. То есть что здесь меняется, это то, что юзер по умолчанию не получает никакого индекса HTML сразу. Все запросы на отдельные компоненты перехватываются специально вьюхой, хост, которая рендерит запрашиваемый компонент, вызывая его life cycle методы и возвращает в static HTML. То есть у вас, допустим, какой-то, не знаю, каунтер-компонент, который отображает кнопку, еще что-то. То есть в static разметки будет вот эта вот кнопка и число, которое вы предусмотрите для пустого состояния. Оно отобразится здесь и только после этого загрузится ваше актуальное приложение, которое потом сходит за данными и их обновит. Здесь есть определенные минусы. То есть ваши компоненты должны быть к этому готовы, что у них вызовут on initialized при том, что они не будут находиться в браузере. То есть они будут находиться на сервере, то есть есть здесь минусы, но определенно этот подход вносит свои плюсы. Также одной из таких часто запрашиваемых фич со стороны разработчиков, которые используют Blazor в своих приложениях, это была изоляция стилей. То есть если, может быть, кто-то пишет на React, там есть такая библиотека, как, например, вставят компоненты, которая дает возможность обернуть ваши компоненты специальными стилями, сказать, в scope их поместить, они будут иметь уникальные классы, имена, они не будут никогда пересекаться, ну, скорее всего, они никогда не пересекутся с другими. Соответственно, рендеринг таких компонентов на странице никогда не поломает вашу разметку других компонентов, в которых могли быть похожие имена. То теперь эта возможность добавлена и в Blazor, и также, то есть сейчас вам нужно для того, чтобы ее использовать, следовать определенной конвенции, да, то есть, допустим, у вас есть ваш Razor-компонент с вашей разметкой, это уже старая возможность относительно, да, то есть вы можете вынести код в отдельный файл, в отдельный класс. И для того, чтобы использовать изоляцию, вы должны называть файл с вашими стилями точно так же, как называется ваш компонент, и расположить его в той же папке. После этого Bundler, Spanet Core, подхватит его, обработает специальным образом, и все будет преобразовано в уникальные имена, которые не пересекутся с другими, да. То есть справа вы видите, как в таком подходе ваши компоненты будут разделены на отдельно файлы с кодом, файлы с разметкой и файлы со стилями, да. Это может напоминать кому-то подход, как использовать это в Angular. Вот, давайте перейдем дальше. Также для того, чтобы, так как, собственно, Blazor WebAssembly исполняется в браузере, это сейчас в .NET платформе, собственно, является как отдельной целевой платформой, она так и подписана, браузер, да. То есть создатели библиотек могут размечать свои классы, типы с помощью специальных атрибутов, которые будут показывать, что какая-то функциональность недоступна в браузере, потому что в браузере ваш код выполняется в песочнице, у него есть свои ограничения. Не все там имплементировано может быть, да. То есть, например, консоль, как здесь на примере показано, то есть Blazor WebAssembly теперь идет с анализатором, который вам выдаст ворнинг, если вы пытаетесь использовать API, которая недоступна в браузере, для того, чтобы вас защитить от возможных ошибок, которые будут потом выброшены в рантайме, когда вы запустите свое приложение. Вот. Это, на мой взгляд, одни из самых таких крупных изменений и улучшений в Blazor, в .NET 5. Также были добавлены много новых компонентов, поддержка ивентов, функциональности, которые здесь в списке указаны. Ну, то есть, если вам интересно, можете почитать релизноуты, видео, но мы будем переходить дальше. То есть, так сказать, на правах рекламы в конце доклада по Blazor я бы хотел пару слайдов посвятить тому, как развивается комьюнити вокруг Blazor. То есть, основной, может быть, консервный многих будет, как это использовать, имеют ли это готовые библиотеки, компоненты и все такое. Да, то есть, никто не любит с нуля это все писать. И одна из таких, наверное, на мой взгляд, важных библиотек – это BayUnit для Blazor. Это комьюнити-библиотека для юнит-тестирования ваших компонентов. То есть, здесь на примере показан простенький достаточный компонент, Counter, у которого есть кнопка, есть событие OnClick, которое вызывает метод. И здесь показан пример такого юнит-теста, который выполняется очень быстро, там буквально миллисекунды. Для его выполнения не нужно никакого браузера, никаких папетеров, ничего не надо, достаточно. Это все производится в памяти. За счет того, что Blazor имеет гибкий рендеринг, он это может производить, условно, в строку. Также он наружу может выставлять EventHandler, все это используется. И здесь мы видим простенький тест, где мы получаем специальный тип отрендеренного компонента. У него мы можем, собственно, по его дому бегать, находить нужные компоненты, на них вызывать нужные нам ивенты, как в этом случае клик. То есть, мы словно таким юнит-тестом кликаем, по этой кнопке должен вызваться метод. И после того, как клик, он перерендеривается, и мы можем найти в нем элемент, который должен содержать следующую разметку, единицу. То есть, если написать такой компонент, такой тест, если ты используешь эту библиотеку, этот тест пройдет. И для этого не надо будет никаких дополнительных тулов или функциональности. То есть, он достаточно быстрый, легковесный. Он может изолировать JS-рам-тайм за вас, позволяет производить snapshot-тестинг, сравнивать разметку не только по символам, но еще и семантически. Ну и поддерживает C-Sharp Razer Syntaxes. Это комьюнити библиотека. И второй слайд – это про бесплатные библиотеки компонентов. То есть, все мы в разработке приложений часто используем готовые компоненты, потому что это удобно, это переиспользование готового кода. И для Blazor разрабатываются и поддерживаются постоянно это комьюнити библиотеки. То есть, есть платные библиотеки от Telerica, например, от Syncfusion, которые были запилены еще до релиза Blazor официально. Но есть еще и бесплатные. То есть, на примере здесь есть библиотека, которая имплементирует материал-дизайн-компоненты, ант-дизайн-компоненты, ну, собственно, опять ант-дизайн, bootstrap, bootstrap, Fluent UI от Microsoft, но эта библиотека не от Microsoft. И есть очень интересная, то есть, видите, у них не так уж и мало звезд и загрузок на NewGate. Есть очень интересная библиотека, на мой взгляд, Blazor Web Forms Components. Есть некий фриц и сотоварищи, который занимается разработкой очень интересной библиотеки, которая, по сути, является, так сказать, переосмыслением Web Forms Components в мире Blazor. То есть, они пытаются наиболее следовать API старых Web Forms Components для того, чтобы потенциально кому-то помочь в такой миграции. Возможно, они это пили для себя, скорее всего, для миграции своих приложений, но и комьюнити не забывают, так сказать. Вот, собственно, это был последний слайд по Blazor. Я думаю, теперь стоит перейти к EF Core и в конце обсудим ваши вопросы. И, окей, все возражение нет. Давайте идем дальше. Anti-Framework Core. Да, все-таки Core. Иначе был бы confused с Anti-Framework. Новую функциональность в него было добавлено достаточно много. И одна из таких, наверное, самых популярных, которые запрашиваются на Stack Overflow в поисковиках, это как получить сгенерированную строку вашего запроса. То есть, если раньше такой функциональности не было, надо было смотреть логи, использовать систему логирования Anti-Framework, то теперь вернулся, насколько я помню, в Anti-Framework была такая возможность. То есть, теперь они запилили и в Core фреймворке метод, который называется QueryString. То есть, здесь видно, как строится запрос, запускается дебаг, и это строковое значение просматривается. То есть, видим мы здесь сгенерированный запрос, который был бы отправлен Entity Framework. Ну и будет, собственно, отправлен. Также упростилось несколько логирования. То есть, теперь, насколько я понимаю, в Anti-Framework тоже была такая возможность использовать лог-ту. То есть, здесь есть возможность передать туда обычный делегат, который соответствует их контракту и дополнительную к нему фильтрацию. И Anti-Framework будет в него логировать все свои системные события, сообщения. То есть, под этим может скрываться что угодно. Вы можете тут делать что угодно. То есть, это обычно как callback такой представляется. Также одной из таких самых часто запрашиваемых фич от пользователей Entity Framework Core было поддержкой many-to-many связи без маппинга промежуточной таблицы. Да, то есть, в некоторых случаях вам все-таки хочется иметь замапленную промежуточную таблицу, если вы расширяете ее данные. Но иногда это вам не важно. И вы не хотели бы усложнять свой код, добавляя в него этот класс, эту сущность, используя ее везде. То есть, теперь можно маппить many-to-many без промежуточной таблицы. Здесь мы видим результат миграции для такого контекста, для таких классов. То есть, мы видим, что создается как post-tag и промежуточная таблица post-tag. Но здесь есть такие у них нюансы. То есть, если вы ожидали здесь увидеть post-id и tag-id, оно здесь не будет таким созданным. Для того, чтобы... Оно будет создавать все время по именам ваших коллекций навигационных. Для того, чтобы это изменить поведение, вы должны Model Builder API использовать и строками передать, какие конкретные имена колонок вы хотите. Так, идем дальше. Также одно из таких важных функциональностей, которое было добавлено, даже скорее, может быть, не добавлено. Они ее вернули после того, как удаляли в третьей версии. Это фильтрация инклюдов и zen-инклюдов, соответственно. То есть, в какой-то момент они ее удалили, ее нельзя было использовать, после того, как они перешли на новый pipeline сборки запросов. Теперь эта возможность есть, и она поддержит полную фильтрацию, которую вы можете делать над обычными коллекциями. То есть, можете фильтры, order, skip, take. Вот это вот все использовать. Это будет странслировано, как вы ожидаете. То есть, также такую небольшую, может быть, для кого-то, может быть, для кого-то большую возможность они добавили. То есть, есть моменты, когда вы не хотите результат трекать в контексте, соответственно, вы используете as no tracking. Но по дефолту до этого было такое поведение, что такого рода данные, они, по сути, были в дублирующемся виде. То есть, если у вас есть, допустим, вы здесь загружаете посты, у каждого поста блок его. То есть, по сути, один и тот же блок мог иметь много постов. Но если... То есть, до этого было такое поведение, что для каждого поста создавался в памяти свой объект блога. То есть, это было очень много лишних объектов. Теперь у вас есть возможность произвести так называемый identity resolution. То есть, для каждого поста... То есть, для постов, у которых общий блок, будет использоваться всего лишь один объект. То есть, они ссылки резолвуют и создают только один объект. То есть, это меньшее потребление памяти для вашего приложения. Также один из таких популярных запросов, особенно в свете изменений, внесенных в EF Core 3, когда они переработали свой pipeline таким образом, что он всегда на выходе генерировал только один SQL statement, один запрос. То есть, каким бы большим, каким бы диким он не был, он всегда будет один. Не всем понравилось это поведение. В некоторых случаях это поведение было не совсем ожидаемым, либо не совсем желательным. Теперь они добавили возможность засплитать ваши запросы. То есть, если до этого у вас были такие запросы, где вы включали много, таким образом, коллекций зависимых, то всегда это генерировался один запрос, но он выдавал наружу. То есть, он выдавал такой большой-большой запрос, который выдает максимальную, по сути, комбинацию ваших всех данных. То есть, в памяти он вам, конечно, это все создавал минимальным образом, но из базы вы выкачивали. То есть, если вы создали такой очень большой запрос, вы могли там выкачать всю базу почти, и она была еще и сдублирована. То есть, сейчас есть возможность на отдельных запросах указывать так называемый sSplitQuery. То есть, для каждой коллекции, по сути, в одном этом походе в базу будет свой подзапрос. То есть, они выбирают минимально возможную комбинацию данных. по сравнению с тем, что было до этого. Но за ценой отдельных запросов. То есть, таким образом вы выбираете минимум того, что было, но здесь есть минусы. То есть, для того, чтобы соблюсти, так сказать, целостность данных, между, например, первым, третьим, да, и первым, вторым, третьим, вторым, вы должны ваш запрос обрамлять транзакцией, для того, чтобы быть уверенным, что данные не поменяются между этими запросами. Но зато уменьшится объем выкачиваемых данных. Также это поддерживается для загрузки коллекции. И также sSplitQuery можете указать на верхнем уровне, на уровне DB контекста. Соответственно, все ваши запросы будут вот в таком виде отправлены. Соответственно, все их вы должны будете в транзакцию завернуть, если захотите консистентности данных. Идем дальше. Добавлен новый тип маппинга, TablePerType. То есть, здесь показан текущий подход, когда у вас есть определенная иерархия классов, допустим, Cat, который является Pet, и Animal, и Doc тоже, который Pet, и Animal, Pet. То есть, у вас в этом случае создавалась одна таблица с максимальной комбинацией всех полей и со специальным полем, специальной колонкой дискриминатора, которая показывала, каким, по сути, типом вашим являются данные в этой строчке. Соответственно, тут были такие вот минусы, что вы могли сохранять много, так сказать... То есть, вы могли использовать только некоторые колонки для какой-то определенной таблицы. Это текущий подход такой. Новый подход, TablePerType. Для его использования вы должны все эти ваши классы разметить под отдельные таблицы. И также вы можете вместо атрибутов использовать ModelBuilder.py. В этом случае у вас создаются отдельные таблицы для каждого класса вашей иерархии. И они все ссылаются друг на друга связью один к одному. То есть, здесь Primary Key является Foreign Key для CATов, например, либо для DOCs. То есть, у вас создается много-много таблиц, но они содержат минимальные данные и ссылаются только на то, что они используют. Также здесь небольшие, может быть, для кого-то небольшие, для кого-то большие расширения функциональности. И такие расширения представлены в виде возможности указывать сейфпоинты в ваших транзакциях. То есть, до этого такое не поддерживалось. И в случае, если у вас какая-то произойдет ошибка, то, допустим, при сохранении там safe changes вы вызываете, то если какая-то ошибка произошла, то транзакция откатывается к последнему сейфпоинту. Также есть возможность указывать transaction ID для использования. Также была добавлена функциональность использования коллейшенов. Она может быть использована как на уровне базы, то есть у вас будет создана база с таким коллейшеном, также на уровне колонки можно использовать, и также на уровне запроса. То есть у вас будет запрос, вы должны использовать специальные EF functions и указать коллейшен, который вы хотите использовать. и он будет отправлен в базу данных. Также были определенные изменения и улучшения, связанные с DB-контекстом. То есть был введен DB-контекст-фактори по умолчанию и для пуленной версии соответствующий тоже DB-контекст для того, чтобы поддерживать пулинг ваших DB-контекстов. Регистрируется он тоже подобным образом. И, соответственно, вы можете у себя его использовать, заинжектов к себе. Единственный здесь минус – это то, что вы должны сами менеджить lifetime создаваемых контекстов, потому что у DI-контейнера, очевидно, нет никаких путей для отслеживания их. Также была добавлена возможность изменения ваших connection-строк на лету. То есть если вам внезапно понадобилось переключиться с одной базы на другую для одного и того же DB-контекста на лету, то теперь вы это сможете сделать. Также был добавлен такой удобный метод для change-трекера – clear, который позволяет массово задеатачить все энтити задеатаченные, которые вы могли, в принципе, сделать до этого через 4he, но, как уверяют разработчики F-Core, это метод даже быстрее, чем такой. Возможно, какие-то внутренние стены для этого используют. Также была добавлена возможность перехвата событий safe changes. То есть вы можете подписаться как до отправки, так и после отработки и, соответственно, узнать количество сохраненных сущностей, либо информацию о connection-строке, о базе данных. Вот это вот все. Также был добавлен специальный класс – интерцептор. То есть сейчас уже NC Framework Core поддерживает возможность выстраивания пайплайнов, интерцепторов. И для перехватки safe changes был специально создан, базовый тип, который вы можете отнаследовать. Также были добавлены новые атрибуты для того, чтобы создавать индекс над одной колонкой, либо тут не показано, можно над двумя колонками при создании ваших таблиц. Также, если вы часто используете FromSQL Row, я думаю, вы знаете, это более необходимости добавления ваш model-configuring метод разметки этой сущности. То есть если вы какую-то ттошку хотите вычитать, вы должны ее в db-консекте вот там вот добавлять. Теперь это делать не обязательно, вы можете это через атрибут разметить. Также есть возможность указывать backing field, да, то есть field, который будет писаться Entity Framework Core, когда он будет сохранять, либо вычитывать данные, в том случае, если он, допустим, не совпадает по имени, Entity Framework Core не может его найти. То есть вы можете ему сказать, где искать, подсказать. Также было добавлено много различных других изменений и улучшений в трансляцию запросов, в различные маппинги дополнительных типов, добавлены некоторые API были, также были расширены возможности по менеджменту схем, модел билдера, API, scaffolding. Вот это вот все. Также были изменения и улучшения в различных провайдерах, то есть вот эти три провайдера, это которые поддерживаются самим, самим костяком, так сказать, Entity Framework Core команды, это Cosmos DB, SQLite и SQL Server, но есть и других много провайдеров. Также были улучшения в Logging, Event, Diagnostics и в Command Line Tool глобальную, которая есть у Entity Framework Core. И, собственно, наверное, на этом все. Спасибо за внимание. Наверное, теперь можно переходить к вопросам. Там какие-то вопросы в чате возникали, я как смог ответил. Вот там был вопрос про S-Split Query. Это просто влияет на саму генерацию, что несколько запросов у нас будет, а не один большой, но все равно в конечном итоге EF Core сам там мапит выходные типы. Да. Ну, он здесь дополнительно размечает, допустим, если здесь посмотреть, то есть если мы достаем артистов отдельно, которые нам нужны, достаем каждому артисту альбом, при этом указываем для какого артиста через ID-шник, да, то есть расширяется ID артиста к альбому. Также для тегов мы указываем, какому артисту и какому альбому. То есть выбирается минимальная такая комбинация данных, но она чуть-чуть расширена идентификаторами, с помощью которых Entity Framework Cores может зарезовывать все эти референсы потом, когда замапит у объекта. Вопрос есть сейчас. Как сделать select with no lock? Можно ли хинты в базе данных давать? Хороший вопрос. Хинты. Я думаю, может быть, не получится через прямо такой API, но у них есть интерцепторы, через которых ты можешь перехватывать генерацию. Наверное, можно, да, вставить туда. Да. Плюс там у них есть расширение пайплайна, и можно свой визитор, наверное, написать. Но, насколько я помню, есть еще у них фильтры глобальные, да, то есть которые часто применяются для того, чтобы, например, select неархивные поля, ой, неархивные записи, да, то есть таким же фильтром можно, в принципе, и дописывать этот запрос из no lock. то есть это уже существовало и до этого. Ну, окей. В принципе, если так больше вопросов никаких нету, ну, или в конце тогда можно будет еще что-то задать, я предлагаю дальше двигаться. Хорошо. Все, спасибо за внимание. Останавливаю шаринг. Саша? Да-да, сейчас, секунду. Так, всем привет. Я не знаю, слышно, видно меня? Да. Так, что ж, я, как вы уже знаете, зовут меня Александр. Я сделаю вам сегодня такое небольшое introduction и обзор новых фишек, которые пришли к нам с приходом, собственно, C-Sharp 9. На самом деле, Microsoft анонсировал довольно большое количество улучшений и фишечек разных, которые, к сожалению, за один раз обозрить не получится, но мы рассмотрим, по нашему мнению, наиболее интересные из них. Что ж, я предлагаю начать с такой штуки, как Top Level Statements. На своих экранах вы видите простую консольную программу, которая получается просто при создании нового проекта. И, по сути, только одна строчка здесь делает для нас какую-то необходимую нам работу. Это консоль, write-line, hello world. Все остальное – это так называемые церемонии, церемонии языка программирования, которые, возможно, иногда хочется избежать. Некоторым пользователям хочется писать код в каком-то скрипт-like синтаксисе. Возможно, как Юпитер-ноутбук, если кто-то знаком с такой штукой. И, соответственно, Microsoft нам дала такую возможность. Теперь можно писать код вот так. То есть это будет та же самая программа. Все прекрасно откомпилируется. То есть теперь можно не создавать ни методов, в которые должна быть помещена инструкция для вывода на консоль. Не надо описывать класс, namespace, в котором будет помещен этот класс. Все, в принципе, за нас делает компилятор. Microsoft, кстати, в будущем думает о том, чтобы улучшить вот этот вот синтаксис с упрощением, упрощенный синтаксис, и попробовать избавиться от конструкции using system в каких-то самых очевидных случаях. Потому что пока мы от нее так просто не избавимся. Единственное, что можно полностью написать с namespace, с систем, консоль, write-line. Только тогда можно от него избавиться. И это, в принципе, да, тогда будет программа из одной строки. Такой простой синтаксис, он, конечно, работает не только с одной строчкой. Можно рассмотреть какие-то более сложные примеры. Например, вот тут мы видим, это все один файл, просто он не влез вертикально. Прямо видим, что мы тут создаем какой-то и класс внутри, и какие-то объявляем переменные. Вызываем какие-то методы. И в реальности компилятор для нас это все обернет. Весь этот код в нужные namespace и в классы. Мы об этом, конечно, не узнаем, но это все будет работать. Разумеется, у этой фичи есть какие-то ограничения. Главное ограничение – это то, что так можно сделать только в одном файле проекта. И обычно имеет смысл это делать только в том файле, где вы раньше создавали точку входа в программу в виде функции name. При этом саму функцию main определять тоже нельзя получается. Это уже второе ограничение. Вообще, фактически весь этот файл с упрощенным синтаксисом – это и есть функция main. В нем даже уже присутствует неявная переменная arcs, которая является массивом с параметрами. Если написать такую строчку кода – system.console.rightline.args.length, то мы в консоль увидим какое-то число входных параметров. Если они есть, конечно. Но и при этом мы нигде arcs, по сути, в этом классе, в этом файле не объявляли. Вот это, наверное, все, что по поводу top level statements. Такая небольшая фишечка. Посмотрим, как она будет в будущем. Давайте перейдем к дата типам. Более интересная вещь. Возможно, за предыдущий год вы могли где-то на GitHub или на просторах интернета слышать, что Microsoft так хочет добавить какой-то новый тип данных. И было не совсем понятно вообще, зачем этот тип, что там за тип такой. Есть же классы, value-type, зачем нам что-то еще новое. Ну и чтобы понять, для чего нужны эти дата типы, надо понять суть проблемы, которую они призваны решать. Для этого я предлагаю рассмотреть вот такой вот пример. То есть у нас есть какой-то класс person, простой класс, у него несколько свойств есть, возраст и имя, какой-то конструктор, и вроде бы все. Но зачастую этого недостаточно. И, допустим, нам надо сравнивать наш класс, иметь возможность сравнить наш класс. Мы тогда должны вручную сесть и переопределить метод equals. Потом, например, переопределить метод getHashCode и какие-то буллинные операторы равенства, неравенства. Тоже все надо сделать вручную. Потом нам нужны какие-нибудь вспомогательные методы, то есть toString метод, деконструктор, printmembers и тому подобное. Еще интересно скопирование данных. Если мы хотим клонировать наш тип, то мы тоже должны будем переопределить метод clone. Также очень часто встречается так называемый withPattern. То есть если нам нужно клонировать наш объект с каким-то измененным property, то создают внутри класса такие методы with и дальше идет имя property, которое будет меняться. И они возвращают клонированный объект с каким-то измененным property. В данном примере их только пару штук, но это зависит от сложности вообще задач, от необходимости, да и от самого класса, от его структуры, какой он большой, маленький. И вот в принципе тут ясно, что кучу к маленькому, к какому-то небольшому классу надо сгенерить, точнее не сгенерить, а вручную именно написать, кучу разных дополнительных методов вспомогательных. И вот тут как раз-таки выходят рекорды, эти дата-типы наши, герой дня. И теперь наш person, если написать его рекордом, будет выглядеть вот так вот. То есть public, record, person, и int, точнее age и name, это уже не входные параметры конструктора, а здесь в конструкторе как раз-таки определяются свойства этого рекорда. Они даже пишутся с большой буквы, чтобы соответствовать код-стайлу C-sharp. Что же мы получим в результате этого? Теперь для нас все сгенерирует компилятор. То есть конструкторы, эквивалентность, деконструкторы, toString. Убедиться в этом можно, если мы создадим экземпляр персоны и попробуем вывести его на консоль, то мы увидим, что не какой-то обжект там выводится, а вполне читаемое значение. Что же такое рекорд? Рекорд – это референс тип. Microsoft планирует сделать рекорд структуры только в языке C-sharp 10, но это еще не точно. Рекорд – это класс, который имеет value-семантику. То есть equals и getHashCode используют значение свойств, а не ссылочное равенство. В этом можно убедиться, если создать два экземпляра рекорда person, p1 и p2, но они имеют одинаковое имя person1. И вывести значение на консоль, значение equals, оно покажет true, потому что рекорды сравниваются по value, но при этом референс equals будет false, потому что это абсолютно два разные переменные. Рекорд также поддерживает наследование, но наследование может быть только от рекорда. То есть, как в примере тут написано, мы можем наследовать рекорд student от рекорда person, но если мы person с деваем классом, то мы получим вот такую ошибку, что рекорд может быть наследован только от object либо от другого рекорда. Также теперь не нужны вот те самые методы with, которые я упоминал раньше, которым пишутся обычно в самом классе. Рассмотрим такой пример. Вот мы создаем экземпляр класса student, и нам по каким-то причинам захотелось создать клон этого объекта, но с какими-то изменениями. Теперь у нас есть вот такой вот синтаксис, то есть мы пишем student, потом with, и в фигурных скобочках мы перечисляем те поля, которые хотели бы поменять, видеть измененными в клонированном объекте. Те, которые мы не указали в фигурных скобках, они, соответственно, перейдут из класса student, на котором мы, соответственно, клонируем. Уже довольно интересно. Как я упоминал раньше, методы equals, getHashCode и тому подобное для нас будет генерировать компилятор, но, соответственно, за нами тоже осталась возможность создавать свои реализации. Нам надо просто переопределить эти методы, и тогда компилятор не будет создавать собственные реализации. Ну и, соответственно, в рекордах тоже можно любые свои методы писать, потому что, по сути, рекорд – это обычный класс, и с ним можно делать практически то же самое, что и с любыми другими классами. Насчет создания рекордов. До этого в примерах я везде показывал то, что рекорд создается через конструктор. На самом деле это абсолютно необязательно. Можно создать рекорд как в классе, указав только в теле наши свойства, прямо как здесь. Указали имя и возраст в теле. Но тут есть нюансы. В этом случае компилятор для нас генерирует все, что мы хотели получить. Это equals, getHashCode и тому подобное, но не будет ни конструктора, ни деконструктора. Также можно скомбинировать, например, то есть какие-то свойства указать в конструкторе, а какие-то в теле самого рекорда. Тогда тоже есть определенный нюанс, что все три будут иметь реализацию equals, getHashCode и тому подобное, но только age и name, которые указаны в конструкторе, они будут иметь деконструктор. Соответственно, будет только один конструктор с такими обязательными входными свойствами. Так, ну и подведем небольшой итог, что такое рекорды. Рекорды – это класс, семантика и значение. Все нужные методы для нас генерирует компилятор. Об этом не нужно беспокоиться. Нельзя смешивать при наследовании рекорды и классы. Также мы получили некоторую дополнительную удобность синтаксис для работы с ними. Это синтаксис клонирования объекта с изменением некоторых свойств. И краткий синтаксис, так называемое создание рекордов, когда мы объявляем свойства рекорда прямо в конструкторе. Это, наверное, все, что я хотел сказать по рекордам. Думаю, дальше перейду к улучшениям в паттерн-матчинге. Паттерн-матчинг – это довольно мощная штука, и она улучшается с каждым выходом языка C Sharp. И, в принципе, сейчас тоже не исключение. Первое, что я рассмотрю, это улучшение в паттерн-матчинге в операторе if. Представьте, что нам надо проверить какую-то переменную объект на то, что она не принадлежит определенному типу. До сих пор надо было писать вот так. Но с приходом C Sharp 9 можно написать поинтереснее, выглядит, по-моему, лучше. Мы можем применить not, и, по-моему, считаемость будет лучше. Также появилась возможность компактной записи некоторых проверок. То есть, например, в данном случае мы хотим дополнительно проверить еще свойства контекста isReachable и его длину. И, соответственно, у нас появился такой вот синтаксис. Раньше надо было написать вот так. Ну, по-моему, вот так. Ну, поинтереснее, покрасивее, почитабельнее. Также вот в этом новом синтаксисе можно использовать логические операторы end, or и not. Плюс можно ставить скобки для определения приоритетов операции. Вот. Так. Теперь к улучшениям в паттерн-матчинге switch-экспрессионов. Именно switch-экспрессионы их не нужно путать с обычным свитчем. В него добавили довольно большое количество улучшений. Вот, к примеру, мы видим какой-то вот switch-экспрессион. И вот две последние строчки – это как раз-таки вот нововведения. То есть, фигурные скобки означают любой объект, который не равен null. Тоже довольно интересно. И для сопоставления с null теперь можно использовать соответствующее ключевое слово null. Также обратите внимание, что для каждого сопоставления с объектом мы вынуждены создавать переменную. Вот, допустим, для car мы создаем переменную c, для taxi мы создаем переменную t и так далее. Но эти перемены не используются. И в C-Sharp 8 мы могли применить такой, так называемый, discard-паттерн и заменить их символами подчеркивания. Вот, но с приходом C-Sharp 9, в принципе, уже можно вообще ничего не писать. Можно написать вот так. И, ну, тоже, в принципе, неплохо. Это еще не все. Switch-экспрессионы добавили. Возможность писать выражение внутри самого экспрессиона. То есть, имеется в виду, что вот эта вот часть, мы тоже можем ее представлять в виде какого-то выражения. То есть, в данном случае это какие-то операции деления, сравнения и тому подобное. Также синтаксист Switch-экспрессион расширили при помощи вложенных Switch-экспрессионов. То есть, вот у нас тут есть какой-то top-level Switch-экспрессион и есть какой-то вложенный в него. То есть, вложенность, по-моему, не ограничена. То есть, можно применять их сколько нравится. Еще, что интересно, можно заметить, что в новых Switch-экспрессионах можно использовать операторы сравнения и сопоставления. То есть, это операторы больше-меньше, равно, а также логические операторы. Так, наверное, по Switch-экспрессиону это все. Следующая фича – это так называемый новый new тип, target typing. Вот. Раньше в C-sharp очень давно появилась возможность писать переменную var вместо названия типа. Ну, потому что тип сам можно было определить из контекста. И это, собственно, и называлось target typing. Вот. И выглядело это так, как у вас на экране. То есть, var. Сори, не перелиснул. То есть, вот, с левой стороны мы видим var. Спустя какое-то время, спустя годы, с пришествием C-sharp 9, появился обратный синтаксис. То есть, с правой стороны мы видим просто оператор new, а с левой стороны уже строго определенный тип. Выглядит довольно интересно. И тут хочется сказать отдельное спасибо за то, что этот синтаксис работает не только при объявлении переменной, но и в других случаях, где компилятор может сразу догадаться о типе. Например, при передаче параметров какой-то метод, либо при возврате значения из метода. В данном примере, при вызове метода som-метод, параметр типа dateTime, он создается сокращенным как раз таки синтаксисом. И возвращаемое значение тоже создается таким новым синтаксисом. Еще очень удобно при помощи этого синтаксиса создавать различные списки, массивы. Тут как раз таки он, как раз таки кстати, потому что не надо писать каждый раз тип. Вот, и сама надпись получается довольно короткая и чистая. Еще хочу привести такой интересный пример. Это вот как при помощи нового синтаксиса можно создать таймер. Довольно интересно смотрится. Читабельность тут, конечно, такая себе, но по факту это можно сделать. Так, это, наверное, все про новый new. Дальше перейдем к такой штучке, как init-свойства. В новой версии языка эти штучки, они появились только вот в этой новой версии языка. И это свойства, значения которых можно установить только при начальной инициализации объектов. Ну и вроде бы у нас для этого существовал реддон для члены класса, но на самом деле это немножко разные вещи, позволяет решать немного разные задачи. Чтобы понять, в чем разница и в чем прелесть init-свойства, можем посмотреть на этот пример. Вот у нас класс Person. Он создан как раз-таки при помощи вот этого нового синтаксиса new. Выглядит довольно неплохо. То есть мы в фигурных скобках определяем полностью объект. Ну, все, в принципе, довольно читаемо, все красиво. Он довольно удобный синтаксис, но есть ограничение одно. То есть у нас соответствующие свойства класса должны быть изменяемыми, потому что инициализация этих свойств происходит после вызова конструктора. То есть класс Person, который сейчас представлен, он должен быть вот таким вот. Но по факту, если подумать, например, name, он может, должен быть, например, неизменяемый. Мы же не можем переименовать, к примеру, какого-то человека. И в настоящий момент единственный способ это нормально реализовать, это создать приватный сеттер. Вот таким образом. Но в этом случае мы сразу же, получается, лишаемся возможности пользоваться тем удобным синтаксисом при объявлении экземпляра класса через присваивание значений внутри фигурных скобок. И мы можем установить значение свойства name, только передав его параметр через какой-то конструктор, например. А если представишь, например, еще и адрес неизменяемый, то тогда вообще приходится задумываться о том, что либо создавать какой-то навороченный конструктор с кучей параметров, либо удобной синтаксис создания объекта, но зато у нас все свойства доступны для чтения и записи. Но вот в C-Sharp как раз-таки решили эту проблему, добавили init-свойства. Если мы вот к этим свойствам добавим вместо сеттера добавим init, ну не добавим, а вместо него заиспользуем init, то как раз-таки мы получим такое поведение, какое ожидалось. То есть у нас, получается, объект можно инициализировать в таком вот удобном стиле, но если мы попробуем тому же свойственным сдать какое-то новое значение, то компилятор этого нам не даст сделать. Также еще init-свойства можно, как и в конструкторе, в init-свойствах можно инициализировать ридон для члены класса. Ну и, соответственно, это выглядит так, как вы видите на экране. То есть в init мы можем написать, как можем дать значение переменной name. Так, ну это, наверное, все по init-свойствам. Остался у меня source-генератор. Довольно интересная штука. Вот смысл в том, что он генерирует какие-то... Точнее, он выполняется на этапе компиляции и имеет возможность проанализировать уже скомпилированный код и может генерировать дополнительный код, который тоже будет скомпилирован. Ну, что-то типа дало. Где это может быть полезно? Это может быть полезно в тех местах, где вы много используете рефлексию. Например, при... Например, при... В DI-контейнерах, например, это довольно интересный кейс использования этой штучки. Можно рассмотреть смысл, принцип ее работы на каком-то топ-левеле, потому что более глубоко, если честно, и толковой информации нет, чтобы глубоко сильно рассмотреть, как это точно там все происходит. Но вот на топ-левеле это, в принципе, можно рассмотреть. То есть у вас есть с левой стороны какие-то файлы, CS-файлы, которые содержат текст, который в свою очередь представляет собой какой-то код на C Sharp. Мы эти файлы отдаем компилятору, компилятор с ними производит какую-то работу, и на выходе мы получаем какой-то готовый, откомпилированный кусок рабочего кода. Вот на стрелочку у меня стоит указатель, что там Foddy, Pushar, вот в это место встраиваются различные посткомпиляторы. Если посмотреть, что делает компилятор, то такие какие-то топ-левел шаги, то что он с этим кодом в первую очередь делает, он его парсит и получает какое-то дерево, структуру. Потом он это все делая на основе этого дерева, компилирует, получает что-то скомпилированное и эмитит, в нашем случае эмитится IL-код. Вот где в этом месте будет наш source-генератор. То есть он где-то вот здесь вот, это отдельная лежащая какая-то сущность. Мы пока не будем рассматривать, что это. Что делает компилятор в этом случае? То есть у нас идет тот же самый процесс парсинга, но в тот момент, когда идет компиляция, компилятор узнает, что в проекте есть какие-то source-генераторы. Тогда он обращается к ним, эти source-генераторы тоже парсятся, тоже добавляются в компиляцию. То есть компилятор замыкается самого на себя до тех пор, пока не будут спаршены, скомпилированы все source-генераторы в проекте. После того мы имеем уже полностью скомпилированный наш проект, уже компилированы исходники, скомпилированы source-генераторы. Происходит эмит, и мы опять же получаем готовый какой-то проект наш. Встречаются интересные вопросы по поводу source-генераторов. Это доступны ли файлы, которые source-генератор создает, сгенерированный source-генератор. Они на самом деле, по умолчанию эти файлы недоступны, но есть опция, emit compiler-generated files. И в этом случае, да, эти файлы будут созданы, но они будут созданы в obj-папке, по-моему. То есть тоже так сразу их не найдешь. Может ли быть в проекте несколько source-генераторов? Да. На самом деле в проекте может быть сколько угодно source-генераторов. Единственное условие это то, что source-генераторы не могут использовать source-генераторы. То есть они должны быть абсолютно независимы друг от друга. Есть ли другой способ генерации кродами, как через строку? Ну, это интересный вопрос. Дело в том, что по умолчанию source-генератор генерирует исходный код при помощи строк. То есть эти строки позволяют... То есть мы на выходе source-генератора получаем, по сути, тот же самый cs-файл с текстом. Этот текст представляет собой код на C Sharp. Благодаря этому мы можем его скормить как... То есть он может пройти все те же самые этапы. То есть он может пройти этап парсинга, компиляции и эмита. Это более... Ну, то есть это более надежный способ получается, насколько я понял. Вот. И еще одно интересное замечание то, что source-генераторы, они не могут менять кода, только дополнять его. Ну и как, в принципе, вообще создать свой source-генератор? Нужно... Ну, во-первых, у нас должен быть проект над .NET 5. Таргетом стоять. Потом мы должны создать класс source-генератора, который должен реализовать интерфейс isource-generator и также пометить его атрибутом generator. Вот. И в проектное файлое мы должны включить такую опцию, как output item type analyzer. И тогда компилятор нас поймет. Так, ну и это было все, в общем-то, такой обзор каких-то новых фишек. Надеюсь, это было полезно кому-то. Спасибо за внимание. Окей. Аж там было довольно много вопросов по рекордам тем же самым из разряда. Поддерживается ли вложенная эквивалентность? Ну, я так понимаю, что вложенная эквивалентность поддерживается, если у нас там в рекорде есть поле, которое тоже типа рекорд. А если нет, то там какой equals будет у этого поля, так оно и будет сравниваться. Вот. В качестве другого будут ли красиво данные выводиться, если в качестве поля рекорда будет какой-нибудь класс? Там от toString зависит. Да, да, там зависит от toString логично. Потому что, ну, нечего выводить, как же он выглядит, что-то красивое. Ограничения по типам, которые можно помещать внутренне, насколько я понимаю, никаких ограничений нет. Никаких нет, только на слезу. И более того, то, что Володя рассказывал, в принципе, уже IcePanetCore, тот же самый, и Antiframework, они более-менее понимают, как работать с рекордами и проинициализируют. Если у вас тип рекорд, они смогут... Не более-менее, а вполне себе хорошо понимают. Просто с таплами вот как раз были нюансы. Они плохо там реализовались, DC-реализовались. Так, ну и там были хулеварные вбросы, когда можно использовать рекорд. Вот, может, там какие-то свои кисы совершенно... Ну, дело в том, что на самом деле компилятор там кучу всего генерит для рекордов. И на самом деле это... Тут надо понимать, надо ли она вам на самом деле или нет. Для всего... Я в чате скидывал ссылку как раз на SharpLab. Можете зайти, ознакомиться, что будет генерировать для пустого рекорда без единого поля, если пролистать вам справа вниз. Вот, это тоже довольно интересная штука. Если это оправдано для вас, то да, может быть, это интересно. Ну, я думаю, что Microsoft тоже будет использовать какие-то оптимизации. Все-таки это какое-то их нововведение. Но, тем не менее, какие-то накладные расходы в этом есть. Хорошо, давайте тогда двигаться дальше. Последняя небольшая такая тема, которую хотелось бы осветить, тоже это хулинг. То есть, вместе с релизом Microsoft оказал какое-то количество тупов. Хотелось бы немножечко по ним пройтись, потому что они могут быть полезны в Day-to-day-life разработчикам. Так, мой экран видно? Мне, наверное, лучше перешарить, чтобы был именно весь экран виден. Окей, мой экран виден, да, сейчас? Да. Отлично. Ну, первый тул, точнее, даже сочетание тулов – это VSL2, Windows Subsystem for Linux, плюс Visual Studio Debugging Experience. В принципе, уже на последних апдейтах наших винды получается, Microsoft переделал Windows Subsystem for Linux, теперь она версии 2, и она сделана по-другому. То есть, это полноценная виртуальная машина, запускаемая немножко по-другой, правда, технологии, чем классическая виртуализация, так называемая lightweight виртуализация. То есть, эти виртуальные машины каждый раз, когда вы обращаетесь к VSL2, они запускаются и через какое-то время тушатся. И каждый новый дистрибутив – это, по сути, новая такая маленькая виртуалка. То есть, чтобы посмотреть, например, какие у меня дистрибутивы есть в VSL2, можно использовать команды в курии, VSL list, Windows Web. То есть, у меня видно, что у меня три виртуальных машины, они все запущены, у них у всех версия 2. У меня запущен Docker, Docker идет вместе с, получается, двумя виртуальными машинами, то есть, он их запускает, и пока Docker работает, они тоже будут работать. Также у меня установлен дистрибутив Ubuntu 2004. Как выглядит сочетание, как можно использовать VSL2 в сочетании с Visual Studio? К сожалению, пока доступно только в превью, но все же. Вот у меня есть Razor Page и Visual Studio. Это Visual Studio, как я уже сказал, в превью. Соответственно, если я запущу здесь этот Razor Page iOS Express и посмотрю, что выведет у меня вот этот кусок кода, где печатается у меня Environment OS Version, я увижу, в принципе, ожидаемый Windows. Давайте запустим, убедимся. Какое-то время на компиляцию. Получается, запускается Razor Page приложение и ожидаемо печатает Microsoft Windows NT и версия Windows. Теперь смотрите, что я могу сделать. Я могу переключиться на VSL2. Получается, у меня указывается все в Launch Settings. Здесь у меня добавлен VSL2, который говорит, что Command Name это VSL2. Это Environment переменной. Также можно указать дистрибутив конкретный, в котором я хочу запускать свое приложение. Как только я переключаюсь на VSL2, в принципе, можно увидеть в Валтуте, что Visual Studio проверяет, есть ли все необходимые компоненты в моем дистрибутиве. Если их нет, она их доставляет. Это позволяет мне потом очень быстро запустить приложение уже непосредственно внутри VSL, включить туда дебаггер и уже смотреть, как ведет себя приложение внутри Linux. Это очень полезно, когда вы, например, хотите убедиться, что... То есть вы ведете разработку на Windows, хотите убедиться, что на Linux тоже все отлично работает, что у вас там с путями все правильно, с API каким-то все верно. Например, у меня из практики был такой случай, когда я использовал Excel-либу, и она на Windows хорошо отрабатывала, там, ресайзинг колонок, а на Linux не отрабатывала. И именно на серверах был Linux в докере. И вот именно VSL2 мог мне дебажить, понять, в чем же была проблема. Ну, собственно, вот видно, что версия операционной системы это Unix, ну и полный номер этой сборки. Алексей, а где ты прорастил связку с Ubuntu здесь? Смотри, когда вот я здесь писал VSL-list минус version, у меня вывелось три дистрибутива. И вот эта звездочка – это дефолт, называемый дистрибутив. То есть я могу, на самом деле, полностью взять у меня вот этого дистрибутива, идти в launch-сеттинге и вот здесь distribution name указать именно полную версию этого дистрибутива. То есть их может быть же несколько на машине, то есть Ubuntu, OpenTuse, Debian. И, в принципе, можно добавить несколько таких вот VSL-секций, каждая из которых будет в определенном дистрибутиве все запускать. Если пытать строка, то это дистрибутив по умолчанию. А вся магия вот в команде, кроется, да? Да. То есть вот команда VSL2, собственно, она, получается, передает уже именно… Ну, честно говоря, я тут не знаю, насколько именно Visual Studio передает какой-то код. Дело в том, что они достаточно интересно связаны, вот этот VSL и Windows. То есть если посмотреть, я даже из-под Windows вижу всю файловую систему своих VSL2 дистрибутивов. Там специальную папку закидывают бинарники в дистрибутив и оттуда запускают. И ремонт дебаггера, скорее всего. Ну, при этом не происходит старт контейнера, просто существующие контейнеры. Нет вообще контейнеров. VSL2, он работает по технологии lightweight виртуализации. Ну, по сути, это виртуальная машина. Я даже их могу стопануть. То есть у VSL команды есть такая штука, как shutdown. Я могу взять и конкретно тушить эту виртуальную машину. Она, в принципе, сама тушится, если не используется какой-то определенный дистрибутив в какое-то время. Она сама тушится виндой. Можно явно потушить. В принципе, это уже доступно, можно пользоваться. С VSL Studio Code, кстати, тоже есть интеграция, и она уже там не в превью, а в релизной версии. В VSL Studio пока только с превью. А какая версия винды нужна? Ну, получается... 20H2? У меня работало и на прошлогодней сборке тоже. Просто апдейт нужно было поставить. Они изначально, когда вторую версию вводили, там было требование 19.04 или позднее, или 20.H1. Потом они понизили требования и можно на более ранних запускать. Вот 20.04, ну, это у меня недавно обновление пришло. 20.04. До этого получается 19.04, и на ней тоже там поставился один компонент и все заработало. И можно было сконвертировать старые дистрибутивы в версию 2. Сейчас написано у них на сайте версия 19.03. окей. Это был VSL2 и Visual Studio Debugging. Второй интересный тул, который хотелось бы показать, обсудить, это Project Tie. На самом деле этот тул еще на стадии Proof of Concept, то есть непонятная его дальнейшая судьба, фидбук ему набирается. Ну, по сути, какую проблему он решает. Пустим, у нас есть какой-то проект, у которого есть несколько компонентов, какой-то есть Backend, Frontend, Frontend ходит в Backend, Backend это у нас API какой-то, и таких Backend'ов у нас может быть один, два, много, и мы хотим эффективно запустить вот этот Frontend, связать его с нашим Backend'ом, чтобы у нас какая-то была возможность по отладке, какой-то удобный дашборд, где мы видели все логи наших приложений. Для решения всех этих проблем по сути Microsoft предлагает вот эту утилиту под названием Project.i. Для того, чтобы запустить несколько микросервисов, связанных между собой, достаточно просто идти на папочку выше и написать Type.i. После этого утилита автоматически находит все CS.prosh файлы и пытается из них поднять приложение. В данном случае мне вообще ничего не надо было писать, никаких файлов конфигурации. Project.i. нашел Backend'ы Frontend, запустил вот такой дашборд. Можно открыть его, посмотреть, что он себя представляет. Нашел сервис Frontend, забиндил их на определенные пункты. Можно, например, открыть Frontend, посмотреть, что он успешно взаимодействует с API-м, забирает из него эти данные по погоде. Также у нас здесь есть какие-то логи от каждого микросервиса нашего Пунктова. Ну и такой вот достаточно примитивный дашборд. Запускается это все у нас получается в докере. То есть об этом можно проверить в докер. непонятно, где мои контейнеры, но они должны быть в докере. Странно. Окей. Может быть, я тут что-то не совсем понял. Но, допустим, что можно еще с этой утилитой сделать. Можно написать die-init, куда сгенерируется специальный E-файл, который будет уже явно прописывать, в котором можно уже явно прописать все микросервисы, которые участвуют в разработке. И здесь добавлять дополнительные зависимости. Какие именно можно зависимости добавлять? Можно, например, добавить Redis. И Redis у нас будет подниматься с Docker контейнера. Соответственно, можно потом включить Redis к нашему API. Вот с помощью Stack Exchange Redis кэш библиотеки. Например, в нашем API-контроллере вместо того, чтобы каждый раз случайным образом генерировать response, можно просто генерировать его первый раз и закешировать. Соответственно, опять же, теперь можно вернуться в command-line, написать tie-run. и на сей раз API также помимо двух микросервисов поднимет еще и Redis. То есть видно, что он пытается скачать Docker-иммедж. Насчет Docker-образов для проектов по умолчанию он там по идее их просто как отдельные процессы запускает без использования Docker. Поэтому ты их не видел. Понял. Мне почему-то казалось, что... Ну там по идее есть опция, чтобы их в Docker запустить, но если не указывать, он будет как обычно рано тихо. Это логично. Тут меняют поведение. Соответственно, сейчас я запустил бекенды Frontend, а также два Redis контейнера. А, ну, собственно, вот он тут пишет, что тип у нас Project, а эти штуки в контейнере у нас. и, соответственно, теперь если идти на контент, то видно, что он закэшировал температуру и теперь из Redis возвращает данные. А здесь видны логики именно непосредственно Redis. Что еще умеет I? Он умеет деплоить в Kubernetes. Не совсем понятно, для чего это. Ну, на локальной машине, допустим, можно в Kubernetes, которая идет с докером, деплоить. Можно также remote deploying делать. Но, на самом деле, тут не совсем понятна его полезность, насколько это нужно. То есть, на самом деле, в принципе, примерно похожие вещи мы делали когда-то у себя на проекте с помощью PowerShell, скрипта и Docker Compose. Ну, теперь вот это в виде Project TIE предоставляется. Сейчас там используется extension для VS Code, который позволяет именно оттащить дебаггер к запущенным проектам Project TIE и именно иметь еще и дебаггинг experience. Опять же, проект еще пока на стадии разработки. Можно пойти там какой-то сурвей, если запретить. Вот. В принципе, все по данной тюле. Она достаточно любопытная, но пока еще непонятно, что с ней будет дальше. И еще несколько инструментов. доступны они, кстати, .NET Global Tools. Это HTTP REPL. По сути, для тех, кто любит дебажить все через Command Line, то есть HTTP REPL это утилита, которая позволяет подключиться к API, который реализует OpenAPI и именно работать с этим API через CLI примерно в такой же схеме, как это идет с браузингом файлов. Сейчас я покажу, что имеется в виду. У нас есть какой-то API. Его можно запустить. и взять URL этого API и с помощью HTTP REPL к нему подключиться, подав туда по сути URL ошибок. То есть видно, что с помощью OpenAPI HTTP REPL получил мета-информацию, теперь можно написать LS, посмотреть, что у нас есть endpoint в ProToWeather Forecast, можно написать CD, есть даже AutoCompletion, можно написать get и получить response от нашего API. И аналогично можно давать запрос post, delete и так далее. То есть примерно как с курлом, только немножко синтакси с другой можно также сконфигурировать HTTP REPL, чтобы он использовался по умолчанию, когда вы, например, из Visual Studio пикаете ваш проект на паунч-сеттингах, подобие, как это с VSL2 здесь сделано. сервисы. красный. Сори, там кто-то на unmute. Окей, еще пару тулов, API порт и TryConvert. Эта связка тулов позволяет нам проверить компатибилити какого-то legacy проекта и сконвертировать и сконвертировать. его автоматически в .NET 5. Но здесь речь идет не о конвертации исходного кода, а именно о конвертации CS-PROCH файлов. И еще один тоже любопытный проект это YARP, то есть Yet Another Reverse Proxy так называемый. То есть это проект по созданию высокопроизводительного Reverse Proxy поверх ISP.NET Core инфраструктуры. Там есть разные версии о том как его будут релизить в виде standalone .exe файла в виде библиотеки которую можно подключить поверх ISP.NET Core приложения и потом кастомизировать так же как config файлы туда можно подбрасывать. Ну вот достаточно любопытный такой проект который в принципе может потенциально служить заменой того же Nginx выполнять функцию API Gateway load балансера дополнительную какую-то аутентификацию накручивать на все запросы именно как веб-приложение которое стоит перед нашим каким-то микросервисным бэкэндом. вот в принципе в этом у меня все по тулам если какие-то тут им есть вопросы можно немножко обсуждать. так но общать вот как раз по тулам вопросов я не вижу вопрос про этот про три конверт есть нормально ли он работает или нет ну ты можешь попробовать он он пробует сконвертировать то есть даже в названии нету даже такого коммитмента да что он что-то сконвертирует думаю он работает так себе попробовать можно а там подправить руками окей если есть еще какие-то вопросы можно по другим темам которые были озвучены тоже можно сейчас слух обсудить у нас еще есть минут 10 можно размьютаться запись да в чате спрашивают про запись запись будет я так понимаю вам придет email со ссылкой запись точно будет потому что она идет я вижу если email не будет что ищите есть youtube канал про дат комьюнити минск я точно не помню как он называется но что там продать нет но там будет выложена запись компетации в принципе тоже можно сделать доступным я только не знаю в какой форме это можно пошарить ну на самом на самом деле мы материал приходилось местами полазить по гитхабу там еще где-то по разным статьям но в принципе весь основной материал он есть на youtube канале он dotnet а нет он просто называется dotnet и там есть плейлист отдельный с dotnet conf конф 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 то есть там 30 часов нарезанного видео можно выбрать отдельные темы какие-то посмотреть меня слышно да да видео будет доступным на канале pro.net а также когда вы получите рассылку с фидбэком где-то это будет один-два дня там в том числе будет ссылка на видео на youtube чтобы вы могли посмотреть ну и в принципе можно приложить туда ссылку на презентацию в течение то есть одного-двух дней будет письма где-будет ссылка всем спасибо вот я вижу такие хуливарные вопросы поднимаются в чате можно их в принципе голосом обсудить как сильно будет изменен код стайл после добавления новых фич Володя у тебя тут есть мнение на тему код стайла да по поводу ну там по большей части по автомаперу но по код стайлу или что ты говорил про то что какой-то аналайзер стайл коп аналайзер не поддерживает новый синтаксис не не стайл коп аналайзер там есть некоторые проблемы у коверлета коверлет библиотека она до сих пор там они пилят поддержку новых свечей из c-шарп 8 а уже c-шарп 9 вышел то есть она там не будет показывать покрытие то есть сейчас наблюдается такая как я понимаю наблюдается такая проблема что фич языковых настолько много что все сопутствующие там тулы которые анализируют там код кволити не всегда успевают метрики они не понимают этот синтаксис да то есть есть фичи которые сахар условно синтаксически да те могут еще быть распознаны либо быстро допилено где имеется новый илкод совершенно неиспользованы в таком виде раньше там уже требуется усилий от авторов библиотек для поддержки такого ну да вот поставил вот тулы